Всемирный день доноров Краевой станции переливания крови отметили акции «Сдай кровь, поделись частичкой у себя». В мероприятии смогли принять участие не только социально активные приморцы, но и любой желающий житель города и края. Сегодня мы чествуем доноров, благодарим за их тихий подвиг. Благодаря донорам спасены в 2018 году 15 тысяч жизней пациентов. Любая донорская акция, я уже повторюсь, это праздник, и в дни, когда проводятся акции, количество доноров, конечно, в разы увеличивается. Во Владивостоке ежегодно растет число доноров. К слову, донорскую акцию поддержал и ряд организаций Приморского края. Уже в первые часы на станцию переливания поделиться своей кровью пришли сотни желающих, как опытные почетные доноры, так и новички. Каждый день на станцию переливания крови приходят около 70-80 человек. Этого количества, говорят специалисты, обычно достаточно, но ограничений нет. Самой активной в этот раз оказалась молодежь. А вот донорские акции привлекают в среднем около 200 человек. Волнительно, потому что это в первый раз было. А так нормально, все хорошо. А было страшно? Ну, было страшно в начале, сейчас нет. Чужие боятся, уже есть иголка в вене, и кровь уже берут. Не первый раз, далеко не первый, почти каждый год, ну, то есть даже почти каждые два месяца хожу. Как-то увидел рекламу по телевизору, решил попробовать, почему бы и нет. Второй раз в университете, первый раз было лет 10 назад. Откликается помощь людям, ну и плюс свое какое-то обновление крови, тоже что немаловажно. Поэтому приятность полезна. В ходе акции удалось собрать более 70 литров крови и ее компонентов. Всю собранную кровь, весь биоматериал направят в больницы Приморского края. Остается добавить, сдать кровь можно в любой день, а стать донором может каждый человек в возрасте от 18 лет, весом более 50 килограммов и не имеющий противопоказаний к сдаче крови. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровны. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова